В Ригу приехала Екатерина Рождественская. Фотограф, дизайнер, а теперь и писатель. Уже в это воскресенье в Риге она представит свою книгу, а в понедельник откроется выставка ее новых фото и дизайнерских работ. Для создания фотопортрета по картине в первую очередь необходимо внешнее сходство с моделью, рассказывает Екатерина Рождественская. Иначе ничего не получится. И чаще картину она подыскивает сама. Но бывает и наоборот. Владимир Машков хотел быть черным квадратом Малевича, но в результате он пошел на фотографию Газманова, где он снялся обнаженным в роли Давида Микеланджело. И вот черный квадрат там тоже присутствует. Вы сами понимаете, где он может быть. На выставке в Доме Москвы зрители увидят самые новые работы из серии «Частная коллекция», а также кошки. Для этой фотосессии в мастерскую Рождественской привезли подопечных Юрия Куклачева. Вот мне привезли из этого театра 18 человек, кошек. А это абсолютные люди. У них какая-то своя жизнь. Они очень интересные. С ними очень интересно работать. У них каждый свой характер. И вот я снимала целый день. Пропахла вареной курицей, потому что они там карманы наполнены этим вареным мясом. Удивляясь, что раньше не писала, признается Екатерина Рождественская. В ее первой книге «Жили-были, ели-пили» воспоминания детских лет, семейные фотографии и много рецептов. Как говорит сама писатель, это почти поваренная книга. Это рецепты нашей семьи из отцовской линии, по материнской. Это рецепты друзей, которые к нам приходили. Магомаев, Кобзон, Рошаль. В общем, все такие известные люди. И история нашей жизни. В общем, история 20 века на самом деле. Презентация книги Екатерины Рождественской пройдет в Доме Москвы в это воскресенье. А в понедельник там же откроется выставка фоторабот, которая продлится до 22 ноября. Галина Садовник, Риша Неслейтис, Латвийское телевидение.